Друзья, в дотке вышел новый патч, так что я ее уже запустил и поехали смотреть, что там как. Итак, новый формат запретов. Запретите героев, прежде чем начинать поиск игры. Откройте вкладку Герои и запретите до 4 из них. В каждой игре сработает как минимум один запрет и менять их можно когда угодно. Выдать запреты, баны. Так, кто у нас тут? Нага, ОД. Э, против него скучно лейнить. А кто еще-то? Против остальных героев вроде всегда весело играть. Если я никого не забаню, то забанится случайный герой, да? И в самой катке я уже банить никого не буду, будет баниться кто-то из этого списка. Там многие бы раньше, например, добавили бы сразу Течиса в бан, чтобы его не было. Многие, возможно, сейчас добавят Пуджа. Ну, давайте добавим просто Мипа Арквардена, наверное. Просто, чтобы было, как бы, чтобы кто-то залетел. Итак, обновление 7.35D. Никакого 7.36 тут нет и не пахнет. Но что же случилось? Давайте смотреть. Блэк Кингбар Аватар. Перезарядка увеличена на 5 секунд. ПКБшку понерфили. Дивайн Рейпер. Бонус к урону уменьшен с 350 до 100. Больше не дает 25% к урону от заклинаний по умолчанию. Переключается между двумя режимами. В одном владелец получает еще 250 к урону. В другом 25% плюс к урону к заклинаниям. Перезарядка переключения 6 секунд. Рапира получила жесткий нерв. Потому что, если раньше это было и 350 к урону, и 25 к урону от заклинаний, то теперь это только одно из двух, по сути. И где все те, кто критиковал меня за то, что я покупаю Рапиру в каждой катке? Покупал-то потому что имба, о чем неоднократно говорил. Валв, видимо, этот момент услышали, поняли. И просто взяли и понерфили ее, капец как. Честно, теперь даже Рапиру не уверен, что хочется брать. Наверное, все равно будет появляться предмет, но уже не с тем кайфом, что раньше однозначно. Дальше. Скади чуть-чуть бафнули. Доминатор, оверлорд теперь дают золото за то, что вы подчиняете себе крипа. То есть механика такая же, как у Чена, который крипов получает и за это бабки лутает. Дживелин срабатывает реже. Реже прокает молния везде. То есть все предметы с молниями понерфили. В принципе, ожидаемо всех берут абсолютно. Стики получили сильный нерв. Ну, объективно, да. То есть MagicSick на первом уровне получил солидный нерв аж на 4 секунды. MagicWand еще более-менее. То есть собирать MagicWand всегда есть смысл. Но стики просто на линии уже не такая имба, как было раньше. Манта ставил дольше, кдшится заметно дольше. Да, медленнее будете все распушивать. Ну, короче, мотивирует не покупать. Нуль талисман наконец-то под бафали, потому что никто его вообще не покупал. Теперь он хотя бы ман побольше восстанавливает. Может ради маны есть смысл. Обливиент став меньше маны. Орчет меньше маны. Меньше инты. И больше стоит активка. Аналогично Блотторн. Паразма. Ослабили множители урона в секунду. Ревенанс Бруч. Больше не позволяет совершать критические атаки. Ну, это что? Это мем какой-то? Я не знаю. Мой последний месяц это найти героя, на котором весело собрать рапиру, собрать брошку и критовать по пацанам. Они понерфили рапиру, понерфили брошку. И все как бы теперь, да? Ну ладно, что? Минус фан сборки. Это однозначно. Минус два предмета тоже. Ну, брошка до сих пор, например, хорошо на ком сидит. На шторме. Да? Хотя паразму ослабили. На шторме сидит хорошо, потому что он не критует. Он именно бьет магией ему с кайфом. На саленсере каком-то. Но на той же фантомке вы уже брошку не возьмете. Вот давайте для понимания просто мы берем фантомку. И проверим, как это работает. Потому что на бумаге как бы одно, а на деле-то это же Valve. Может в первый день ничего пока и нету. Вот я взял, криты есть, все вкачано. Активирую. Да. Вы видели? Надо мной значок черепа появился. Я не кританул, нифига, вот смотрите. Да? Все, эта штука, она обнуляет все криты. Соответственно, и на Марса она не будет нормально работать. С ребукой. Вопрос, зачем было добавлять, да? Чтобы... С критов. Ну, чтобы со скиллов она не тратила ману. По факту я теперь с этой штуки наношу меньше урона, чем без нее. Да? Да. Без нее я кританул. Ну, короче, шмотку объективно убили. В моем понимании. Вот ту широту ее применения, которая была, она отсутствует теперь. Больше этой широты нету. Шэдоу Блейд и Сильвер Эдж бафнули. Длительность Инвиза на 3 секунды дольше. Это много. Ну, предмет все равно сам по себе спорный, да? Потому что критов нет. Но, тем не менее, окей. Изменение нейтралов. Длительность восстановления уменьшена. Восстановление увеличено за заряд. Восстановление маны за заряд увеличено. Ну, то есть, в принципе, Рол Джели бафнули, получается, да? Потому что быстрее теперь отхиливаешь тоже количество хп. Гроув Боу. Бонус дальности атаки уменьшен. Давно было пора, хотя я и любил этот предмет, да? Но он объективно был слишком силен. И атак спид дает, и резист к магии режет, и дальность атаки бешеная. Ну, капец. Лайт коллектор. Бонус скорости передвижения уменьшен. Штраф к бонусам, когда владелец находится рядом с деревьями, увеличен. Кто-то ею пользуется вообще? Я просто до сих пор не особо понимаю, чё? Ну, типа, рядом с деревьями плохо хилит. Ну, хп реген приятный, да? Но обычно ману хочется регенить. А ману-то не прикинешь, потому что она появляется на 17-й минуте. Там, на 18-й примерно, да? Две минутки, и наступает уже день. Дублон. Режим ман увеличивает бонуские восстановления на 50%. А режим здоровья тоже на 50%. То есть, вот дублон стал хилить нормально. Так, хп и ману, на самом деле, может быть, оживет. Нейтралы. Общие изменения. Бонус к опыту за 100 крипов уменьшен. Золото за убийство уменьшено. И золото за убийство уменьшено. Ну, так, по мелочи. Лес стал слегка меньше денег давать. Персонажи. Аппарат. Колд фит. Расход маны уменьшили. На первом уровне приятно прям, но не критично. Аркварден. Талант на хп ослабили. Магнатик филд ослабили. Ну, не сильно. Заметных изменений пока каких-то не видим. Флеймбрейк на первом уровне, а, я хотел сказать, сильно увеличили урон. А там, на самом деле, нифига, потому что длительность горения просто поменяли. Ну, короче, тоже принципиальной разницы никакой. Именьшение предзарядки ослаблено. Бестмастер слегка бафнули. Бладсикер. Вот тут необычные изменения. Лечение от этой способности считается вампиризмом и увеличивается соответствующими источниками. То есть, теперь, допустим, какой-то Блудстон или какой-то Дагон или какой-то Саша Кая, Саша. Все это стакается и все это бафает Сёрст. Ну, это хорошо. В принципе, это какие-то новые механики добавляют персонажа. Кентавр. Урон чуть-чуть уменьшили, чуть-чуть ослабили. Ну, короче, патч, ну, предметы сильно задействовал, да, вот два предмета, рапира, брошка. А именно персонажи как будто, ну, очень слабенько. Дальность чуть-чуть увеличили, множество крита чуть-чуть увеличили. Замедление и передвижение уменьшили, причем слабо. Док броню уменьшили, причем тоже слабо. Я бы не сказал, что чейны как-то жестко ослабили. Хотя он из банов не выходит на просто сцене, на секундочку. Урон носит равный 50% восторженной маны. Ну, полу-кагрифуза теперь работает. Он маны-то сжигает сколько? 140, ну, 70 урона. Ну, короче, это тоже слегка. Вот ЦМ-ка расход маны увеличен с 50 до 150, это прикольно, потому что в три раза все-таки расход маны увеличили. С другой стороны, и стоила эта штука, но слишком дешево. И ЦМ-ка это не тот герой, который жалуется на запас маны, правильно? Бедлам слегка бафнули, длительность замедления подняли. В четыре раза на первом уровне, это сильно. Драгон Найт ослабили, да, то есть длительность отравления от ядовитой атаки уменьшили почти в два раза. Эффектов нету от драконьих атак, когда возвращаешься в человеческий облик. Тоже, как бы, ну, такое должно было быть, но почему-то не было. Окей. Так, дровка, дровка. КД снизили на 3 секунды на последнем уровне, и на 15-м уровне талант на уменьшение длительности ослабили на 2 секунды. Ну, короче, на 1 секунду снизили КД мультишота. Не уверен, что это прям сделает героя восставшим из пепла, но тем не менее. Урон от Роллинг Боудера увеличили в 2 раза. Ждем земелью. Как бы шутки шутками, но в 2 раза это в 2 раза. Так, заряд побыстрее восстанавливается. Войду, дайлейшен ослабили. Худвинка. КД бушвака снизили. Так, все равно надо брать всем талант на уклонение, ё-просту. Нашли что ослаблять, перепутали походу. Бонус к урону и времени подбрасывания снизили. Ну, потому что это так дискач от кунки, конечно, напрягал. Вопросов нету. Ослабили лешего чуть-чуть, опять же. Супер по чуть-чуть что-то делают, понимаете. Фрост шилд слегка бафнули. Чейн фрост, ну, можно кидать на шпиль. Не знаю, насколько это прям супер важно, но можно, короче. Бонус к скорости продвижения снизили. Инфест, дальность применения таганима уменьшили. Опен вунс уменьшили. Ну, лавсилер в каждой катке тоже, может, смысл есть какой-то. Ой, что-то не покрутилось нормально. Марс. Рена. КД увеличили. Чуть-чуть. Ребуку ослабили чуть-чуть снижение КД. Бонус к урону ослабили. Не знаю. Ну, супер-супер маленькие изменения. Базовая скорость на 5 снизили у Мирана. И чё, как бы, да? И куда? Это всё для простейны делается. Мы с вами в играх этого не ощущаем, не замечаем. И как будто бы глобально абсолютно пофигу. Талант на 5 урона снизили. Бонус длительности восстанавливает Хардстоппер Аура. Увеличен с 2 до 3. Это, кстати, приятно. Вот это, наверное. Потому что никогда не берёшь этот талант. А так даже неплохо. Дальность применения тоже увеличили на 125. Плюс полтора к дальности применения. Не знаю, почему здесь такой текст, правда. Бонус к лечению слегка увеличили. Пангольер. Число ударов уменьшили. На четверть. Но урон при этом за удар увеличили. Но ударов-то меньше. То есть, онманы меньше сжигает. Это нерв Пангольера. С диффузами, там, с молниями. Реже всё это будет прокать. Заметный. Вот это, наверное, самый ощутимый нерв пока из всех, что мы с вами промотали. Праймл Бист. Он слот. Слизили чуть урон на первом уровне. И волны с аганимом тоже. Пак. Аганим. Шард не увеличивает дальность для тычки, которая вылетает по всем вокруг. И дримкойл теперь немного снижает ваш обычный атак спид. Сынкинг урон увеличен на 6. Прирост силы уменьшен. Базовый урон увеличен на 6. Ну, это, наверное, чёрт его знает. Плюс это или минус силы поменьше будет. Наверное, плюс лейнить поприятнее. Чёрт его разберёт. Так, сходу. Шэдоу Финт. Расход маны уменьшен. Заметно на самом деле, слушайте. По 15 маны на четвёртом уровне. Это, считай, ты сейвишь 45 маны каждый свой проказ. Это, ну, так неплохо. Саленсер. Похищение интеллекта увеличено. 1-1-2-3 до 1-2-3-4. Это звучит сильно на самом деле. Надо попробовать сырать на Саленсере через Глэйвы. Потому что ворует подофига. Пум. Ну, тоже спорно. Типа, ты через Глэйвы на линии особо стоять не можешь, если ты кор. Потому что так ты не можешь постоянно бить крипов. Типа, тебе надо бить постоянно противников. Да, и ты из этого крипов пропускаешь немало. Ну, короче, спорная тема. Ну, в целом, баф, конечно. Посмотрим, чё как. Выстрел в упор увеличивает силу и длительность замедления на 50%. И скорость снаряда увеличили. Бабку подапали. Свену броню снизили. Течису длительность перезарядки первого скилла. Увеличили сильно, прям особенно на первом уровне. Там вообще забей. Тимпларка доп урон смыл, да. Террорблейд ослабили рефлекшн, чтобы вот эти саппорты не бегали, не убивали всех. Тимберчейн урон снизили. Причём заметно. Максимум эффектов уменьшили. Тоже заметно. Базовую броню подняли Тинкеру. Сколько у него сейчас? 6.8. Офигеть, он бронированный. Его вообще с руки бить смысла нет уже, как будто на линии. И матрицу. Но Тинкера сейчас вернут. Они доиграются. Тригреб. Бонус к базовому урону уменьшен. Чуть-чуть. Но на первом уровне опять же ослабили сильно, чтобы саппорты Тинни не ходили, не ломали лица слишком сильно. Тролль Варлорд бонус к максимуму эффектов от агоним шарда уменьшен. Тролль Варлорд Питов Малис увеличивает радиус разлома на 100. А Трофи Аура даёт побольше урона. Заметно. Причём побольше на первом уровне. В полтора раза больше. И талант на радиус Питов Малис заменён на замедление Питов Малисом. Ну пытаются поиграться. Как-то может заиграет Андерлорд. Урса Увер Павер теперь больше даётся протеклиния замедления. Потому что урсы мы вообще не видим в играх на профессиональном уровне. Войд Спирит Диссимилейт урон увеличен. Чуть-чуть. Но заметно, кстати. И Вивер Гиминати Атак. Доп урон увеличен. Итого. В качестве итога этого патча, ребята. Рапиру убили. Ревенант Брош убили. Пангольера сильно ослабили. И ДК тоже. Вот это если да, кратко как бы выводы. Но это не единственное уведомление, которое у меня в доте. Смотрим, что же тут ещё произошло. Обновление 7.35D и новые функции подбора игры. Мы только что выпустили обновление 7.35D. Молодцы. Обновлённый запрет героев при подборе игры. За прошлый год мы предприняли различные заметные меры против читеров. Что правда. В расследовании читов наша основная задача понять, что они делают и как это отследить и остановить. В то же время мы спрашиваем себя, почему кто-то в принципе считает нужным и использует такие средства. Самая частая причина стремление заполучить нечестное преимущество. Что очевидно противоречит желаниям нашего сообщества и лежащим в его основе чувствам соревновательности и справедливости. Поэтому мы справедливо выпускаем патч 7.35D. Но это в сторону. Тем не менее, даже из этого можно извлечь знания, которые помогут нам улучшить процесс игры для всех. Не считая тех, кого заблокировали за читы. Вот это прикольно, кстати. Типа пошутили. Наглядный пример система запрета героев. В прошлом году многие читы стремились получить преимущество во время 10-секундной статии запрета героев в начале каждой игры. Вы понимаете? То есть я всегда называл овервульф, который показывает сигнатурки читом, всегда говорил, что это нечестное преимущество. Мне такие типа, нет, это не читы, ну че-то, я просто там, ну это же ты просто героев банишь, которые сигнатурки. Это получение нечестного преимущества читай читы. Все, как бы да, соответственно, всех овервульферов абсолютно по делу забанили за это самое нечестное преимущество. Изначально эта стадия была предназначена для того, чтобы игроки могли выразить нежелание встречать определенных персонажей, а люди с малым пулом героев не оставались совсем без выбора. Взглянув на этот процесс со стороны и изучив данные, мы заделись вопросом, возможно ли приблизиться к нашей цели еще сильнее, заодно решив другие проблемы. В сегодняшнем обновлении мы убрали стадию запретов в начале игры и заменили ее предпочтительными запретами, привязанными к вашему аккаунту. Теперь, открыв вкладку героев, вы можете выбрать до 4 персонажей, которых не желаете видеть, и в начале подобранной игры обязательно будет запрещен хотя бы один из них. Обязательно хотя бы один. Интересно. Список запретов можно менять когда угодно. Обратите внимание, что игра может выбрать для запрета и ячееку, в которой нет героя, следовательно указывать меньше 4 запретов незачем. Новая система устраняет ряд прошлых неудобств. Теперь вы не забудете запретить героя. Не нужно будет знать или помнить, что иногда игра учитывает лишь некоторые запреты. Не придется в терапиях принимать решения, которые, как правило, почти никогда не меняются от игры к игре. На самом деле, из этих пунктов все по сути правда. Я действительно иногда, вот на собственном примере, забываю забанить. Я баню почти каждый раз либо нагу, либо ОД. Потому что, если рандомлю, не хочу, чтобы выпала нага. Если стою мид, не хочу стоять против ОД, потому что это скучно. И на наге играть не хочу тоже, потому что это скучно. Ну, лично для меня. И, соответственно, тут они меня прочитали. Кроме того, запреты нельзя направить на определенного игрока. Как на известную личность, так и на рядового пользователя, чью информацию могли где-нибудь подсмотреть. Где же вы были, когда был старый Течис? Когда постоянно направляли запреты на определенного игрока. Не будем указывать пальцем. Ну, ладно. Лучше поздно, чем никогда, правильно? В некоторых режимах игры, например, Капитан Мод, Капитан Драфт Абилити, Драфты Турбо, либо не было стадии запрета, либо она не работала по другим правилам, эти режимы не изменились. Перед следующим пунктом немного поговорим еще о банах. Получается, что в начале каждой игры обязательно банится один из четырех героев, который у меня здесь в списке. Один из четырех. Допустим, в катке со мной попался второй человек, у которого такой же набор из таких же четырех героев. Соответственно, если забанился один мой, например, Аркварден, то система не может обязательно забанить Арквардена для него. Или может? Вот это вопрос. Наверное, для него тоже будет считаться, что если Аркварден забанился, то, соответственно, у тебя забанился один герой из твоего пула. Но просто если вдруг они там что-то намудрились с кодом, было бы прикольно, что все поставив, например, вот такой список, просто все игроки в доте, добились бы того, что в доте бы вообще этих героев, например, не стало. Потому что в каждой катке система такая, так, баню Арквардена, так, подожди, так, баню Мипа, так, баню еще этого, этого, этого. Прикольно. Вот. Ни к чему не призываю, но можете попробовать, как бы. Любопытно, как это работает. К следующему пункту. Ну-ка, ну-ка. Там что-то про Dota Plus было написано. Анализ подобранной игры от Dota Plus. Миллионы игроков в доту каждый день взаимодействуют с системой подбора игр. И у каждого из них свои приоритеты. Одни хотят вступить в игру как можно скорее, принимая значительную разницу в мастерстве, как плату за экономию времени. Других же устраивают только идеально сбалансированные игры, ради которых можно и подождать. Кого-то и вовсе не волнует уровень игры, а характер и поведение союзников и соперников. Мы уже давно хотели создать функцию для подбора игр, лучше соответствующих личным предпочтениям, но на раннем этапе столкнулись с двумя основными проблемами. Во-первых, игроки хорошо умеют описывать свои предпочтения другим людям. Но это отнюдь не значит, что они способны сформулировать вводные для комплексного глобального алгоритма. Например, для меня отсутствие разброса в мастерстве на 13% ценнее, чем для среднего игрока в доту. Ну да, мы такими терминами не оперируем, это правда. Как нам создать инструменты, позволяющие игрокам выражать свои предпочтения естественно и прямолинейно? Ну сделайте список там, да, типа «Хочу без раков в тиму», «Хочу без бустеров в тиму», «Мне главное, чтобы мамок не трогали». И вот один из пунктов в дотер выбирает и пошел. Как будто вал бы усложняют, вам не кажется? Но тем не менее. Во-вторых, система подбора игры касается каждого, так что ее нужно изменять с осторожностью. Она всегда стремится найти баланс между личными предпочтениями игроков и состоянием игры в целом. Если подбираются плохие игры, будь то из-за огромного разрыва в мастерстве или плохого поведения игроков, сообщество доты страдает. Но оно также страдает, если каждая игра идеальна, но ее нужно ждать по 3 часа. Ну вот я лично лучше бы искал игру за 5 секунд, но черт знает что, чем по 3 часа, да, но типа идеальную. Это утрировано, конечно, но все-таки. Новые функции подбора игры доступны всем и сразу, если их сделать доступными всем и сразу, могут нарушить работу системы и как следствие доты. Как нам выпустить новые функции подбора и изучить их работу на практике, минимизируя риск для игры в целом? И вот нам показывают окно выбора, да, All Peak, общий качество игры хорошее, баланс мастерства идеальный, регион, разброс мастерства в игре умеренный, в вашей группе небольшой. Не понимаю, баланс мастерства идеальный, но разброс мастерства умеренный. Но это, видимо, подразумевается не Immortal Draft, где люди сами себе случайно в команду кого-то выбирают, да, именно заранее сформированные команды, окей. И по балансу именно в целом команда на команду идеальна, но в рамках каждой команды разброс имеется, конечно. Вот такая, наверное, логика. Порядочность в игре отличная, в вашей группе идеальная. В экспериментальных рамках новой программы лаборатории Dota, и пока только для подписчиков Dota+, мы выпускаем первую версию функции, о которой игроки просили нас уже давно. Теперь Dota+, показывает такую информацию о только что найденной игре, как примерный разброс мастерства и порядочность игроков. У вас будет возможность как принять игру, так и начать поиск заново, чтобы дождаться более подходящих условий. При создании этой функции мы тщательно следили за тем, чтобы любая информация, которую мы передаем игрокам, позволяла выражать личные предпочтения, но не давала никаких конкурентных преимуществ. Новая функция сообщит вам о том, высока ли разница в мастерстве игроков, но не о том, какая из команд сильнее. Ну, это хорошо, это правильно, я это поддерживаю. Почему эта функция находится в лабораториях? Потому что единственный способ узнать наверняка, как миллионы игроков в Dota воспримут ту или иную функцию, это выпустить ее. Мы провели масштабное моделирование, но все же существует реальный риск, возможно, мы неверно понимаем, как игроки будут пользоваться этой функцией и как она повлияет на впечатление от подбора игры. Мы не хотим, чтобы вероятность ошибиться, помешала нам пронести пользу миллионам игроков, так что выпустили эту функцию как эксперимент. Доступ только для подписчиков Dota+, снижает не только число потенциальных тестировщиков, но и риски в отношении всей игры, пока мы наблюдаем за новой функцией. Как и в случае с другими функциями, из лабораторий, время и отзывы покажут, расширится ли она или изменится и покинет игру. К слову, о функциях в лаборатории, вы вообще о них вспоминали? Ну то есть, вот как она вышла, да, вот эта лаборатория. Я ни разу не открывал больше карту на весь экран, так и не воспользовался этой полосой здоровья и здесь ничего не заменил. Напишите в комментариях, пользуетесь ли вы хоть чем-то из этого, потому что вроде было хайпово, когда мы в прошлый раз это рассматривали, а по факту как будто бы всем пофигу. Ну лично мне так, да. Посмотрим, что будет с этой функцией. Она потом умолчание включена. Что дальше? Мы знаем, что многие из вас очень ждут павшую корону, да и мы сами ждем, не дождемся преподнести ее вам. Остались лишь финальные штрихи, так что обновление выйдет примерно в середине апреля, а до тех пор всего доброго. Ну вот, я ждал этот патч, как черт знает кто, последние, ну неделю, полторы-две, но как видите, нет. Середина апреля, это получается еще три недели примерно. Мы без патча, мы будем колупаться здесь. Ну, возможно, патч будет действительно... Давайте, давайте так, я запущу поиск игры еще, кстати, заодно, да. Возможно, патч действительно будет таким-то огромным, супер-мега-крутым, хайповым, тогда было бы классно. Если же нет, если там не будет там возможности, например, какие-то скины получить, как это было в батлпассах раньше, то вообще непонятно, почему они отказались от компендиума на Интернешнл. То есть, если вы помните, когда вышел компендиум на Инте, я был один из тех, кто дефал Валв, такой типа, ну блин, это их решение, типа, да, чтобы турнир был турниром, дота, дота, и они сказали, что будет больше обновлений, что они будут круче. Пока нифига. Вообще. То есть, ну ничего, как бы, радикального не происходит, и, ну, подождем, посмотрим, может, хотя бы с этим патчем какие-то появятся интересные шмоточки или что-то такое. Ну, по логике из того, что я слышал и помню, да, должны быть какие-то арканы для Венги, арканы для Скаймага, при том, что аркан, ну, как бы, на саппортов вообще сто лет, как будто уже не было, все время выходили, вот вспомните, последние годы, это Спектра, это Мартра, это Дровка, там, это Разор, и так далее. То есть, это Кор персонажей в большинстве свое. Так, у меня функция включена лабораторией, правильно, предварительная оценка игры, просто чтобы посмотреть, а что же за катку мне найдет. Мне интересно, насколько эта функция поднимет количество отказов от подбора, то есть, какие, например, параметры здесь, да, должны замотивировать отказаться от игры, когда ты видишь разброс мастерства там огромный, например, да, или что, или как, или почему. порядочность, порядочность, отклонить игру без последствий и начать поиск заново. То есть, что мы с вами получаем, что пользователи Dota Plus получают возможность без последствий отказываться от игры и искать заново. и вот если таких пользователей будет много и мы с ними будем очень капризными, то по идее эта функция наоборот снизит возможность найти нормальную катку. Это факт. Это однозначно база. Долго ищут, может жетоны запустить? Давай жетоны запущу. А то мы сейчас с вами 10 минут просидим. 3 часа. 3 часа просидим в поисках идеальной катки. Вот. Ну, баны, это, наверное, удобно. То есть, лично для меня этот вариант подходит чуть более чем полностью, потому что я просто закинул эти баны и пошел и больше я действительно о банах не буду вспоминать вообще никогда. Хотя раньше, там, да, в начале каждой катки у тебя есть рутинные действия, которые ты обязан сделать, просто потому что, ну, типа, как будто так надо. Теперь все, забил болт и даже не вспоминаешь. про эти баны, что там с ними и как. За рапиру и брошку реально обидно. Я нереально кайфовал с процесса, конечно, вот даже не знаю, вчера с Сашкой играли, например, в пати. Я просто взял в Рейс Кинга, купил на нем брошку, да и Далус, и под этой брошкой там за один свой стан убивал кор баунти хантера супер бронированного агильного кора джиггернаута супер бронированного агильного, там убивал омника под его ультой, было супер приятно. Причем, я не могу сказать, что это какая-то имбища, то есть, ну, этого не собирают на прост сцене, это чисто такая, знаете, типа, сборочка, покайфовать от процесса. Опа! качество игры хорошее, баланс мастерства идеальный, в игре разброс очень маленький, порядочность идеальная, Россия, задержка 26 миллисекунд, отклонить без последствий и сказать заново, член вашей группы не принял игру. Как много таких членов сейчас отказалось? Ну, вообще, когда все идеально, наверное, никто не отказался. Подожди, маленький идеальный, идеальный, я не хочу играть, я хотел показать ребятам, как это работает. Отпусти. Мне не отпускает. Сейчас? Прямо сейчас? Хотя в игре уже нету старого течиса, я держу в заложниках 9 дотеров. Что вы скажете на это? Габен, ты этого добивался? Походу, без штрафа никак. Подожди, а вот я передумал искать. Все, и у меня никаких штрафов нет, ничего нет. Ну, вот так вот, ребята, вот такой вот патч, и в следующий раз с каким-то таким мощным обзором, мощным обновлением мы увидимся только через три недели. Всем спасибо, кто смотрел, не забывайте половиться на канал и отслеживать всякие разные интересные каточки и стримчики, которые мы тут проводим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!